я знаете где-то полуинтуитивно полусознательно наверное это будет все таки мало того что это будет обычный вебинар на канале он будет размещен будет потом записи вы будете смотреть я не уверен что сейчас 10-15 смотрим тем более в такой день по всей себе дико жара какой тут учеба зимой да было бы получше и так школа садоводов значит я бы один раз показал но поверьте сам в первом разу не додумкался отбывает такое вот эта школа уважаемые садоводы сейчас мы с вами вот кто-то может еще додумкаться над этим внимательно 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 шайбу шайбу вот смотрим уважаемые садоводы что может быть с абрикосом прошел небольшой дождь и на тебе что за заболевать как думаете чем обработать спасибо всех уже заранее готов услышать чем обработать разные люди а это проходили там миллион этих подписчиков я не вот они вот больше миллиона подписчиков и они его конечно ну чем весь список переселять помните как там анекдрадим в той кинокомедии когда алкоголик огласите весь список вот весь список тут и огласили вот я же сказал не так а мне брат пришел на коментарии я туда не лезу вот попробую туда обгадят с ног до головы попробую только скажешь кроме фунгицидов что-нибудь другое обгадят ну и конечно естественно она давно я уверен мертвая естественно что скупил тех пол магазина фунгицидов и прочее прочее и поливал и кормил а тут она мертвая почему потому что такие вот такой стадии деревья спасти невозможно вот почти невозможно и вот смотрите что вспоминаем тот самый раз вот что я мог тогда сказать ни один не увидел там несколько десятков комментариев вот это черная рада вот естественно что я обратил внимание вот это смотрите естественно что это еще не все допустим если черная рана и вот это место почернёло выше да выше должно было листья терять и погибать выше раны тогда мог быть совет надо я выдавался вот тут отрезать ниже и часть кроны оставшиеся может оживет но тут-то раны нет тут пока не верю не видно слева тогда получается а листья такие же мялое получается это причина то не в ней не в ранее раны это следствие это гниет дерево я применяю нормальное русское слово гниет и вот уже этот раз я просто перестаю на чем-то надо говорить чему-то призывать чтобы они не это не кровь или деревья и здорово я такими катами покрышки вот скажите мне можно подумать что рядом мастерская да можно а там человек менял колеса а старые покрышки как валялись так и валяются одна вероятность а вторая вероятность помните этот подлый прием цели деревьев покрышки где потом гниют основание штампа причем абрикосовый слив 100 процентов сгнивает и по и сокращать жизнь яблоням внешним сливом я подумал на всякий случай вы помните что я уже не стал вас ругать несколько и всех что он мне прислали вы прислали мне а вот посадка и у вас в несколько сейчас специально подбирать не стал еще по старинке в этих же колесах вы держаете сам в резине в этой растут деревья покрышка так даже у тех кто считает меня учеников просто они не успели их выбросить я все еще сажают у них не считая большим грехом вот дальше один представь себе что эти покрышки одна из них лежит там под этим деревом и она растет сквозь покрышку а представили и если такая возможность было ибо и если а вдруг 50 на 50 или это покрышки которые предназначены не успели выкинуть после перебортировки машины автомобиля переобувания или это же дерево растет покрышки тогда становится все ясно а это мой долг извините я покрышках разбираюсь когда покрышки появились половине наших саяногорских вы знаете сама русский феномен исчезал на моих глазах ой караулы отхожу те деревья гниют буквально покрышках одно второе десятое соты во вторую причину этот клей супер супер ловучий клей клей лог еще и в обмазывали деревья сотни я видел погибших и постепенно от садугорского феномена только поэтому ну плюс тоже обрезка неумеренно искусство а штампа посадка в ямы уничтожили феномен невероятный уничтожили и я обязан был еще раз вернуться к этой теме они покрышка ли тут внизу чтоб хотя бы предупредить и сейчас и у вас у некоторых моих учеников я не называю фамилии вот я не славленный покрышки еще у вас в этих самых садах уже как память а сколько городской черте сколько и города киев как это самая революция произошла благодаря покрышкам их не надо было выписывать с магазином тащить тоже соскеров натаскали подожгли и это умудрились противостоять этих спецназу вверху то кажется царство небесное покрышки виноваты отчасти вот так что же мне делать то вот застрял у меня что не назвать ли это брату дать он отрежет от вебинара вот этот вот кусок который бы сейчас только много нельзя 46 минут прошло а чиновники не устают они до сюда не досмотрят я уже понял да открытое письмо среагировали но послали бюрократам ни на что негодным не умеющим незначим даже не понимаешь о чем лечь идет а помните сам фильм-то часовой я же все разжевал шоссе мне понять они поняли и вот получается что наверное это будет